Здесь собрались мирные жители, которые хотят навести порядок в центре столицы. Мы пришли с мира, мы пришли без оружия. Мы не хотим жить на тех условиях, на которые вы нам диктуете. Мы хотим гулять свободно по центру города, мы не хотим видеть баррикады. Наши дети, проходя мимо вас, боятся вас, у них истерика. Вы пугаете наших детей, вы в масках, вы с дубинами. Вы выглядите страшно, вы палите резину, вы травите наших детей, наших стариков и нас семей. Вы поближили, это первое, что вызывает алкологию. Аплодисменты. Первому вопросу об отношении между ООН и немецкими спецслужбами. Эти отношения имеют длительную традицию, начиная со времен Веймарской республики. В то время, прежде всего, с военной как разведкой. В Третьем Рейхе существовали контакты между ООН и Абвером. С одной стороны, это касалось особенно фракций Бандера. А фракция Мельник поддерживала более тесные контакты с секретной службой СС. Но нужно учесть, что эти контакты происходили не на равноправной основе. Немецкие секретные службы, скорее всего, пытались использовать ООН в подрывных целях против Польши. А позже, после 1940 года, конечно, в целях подготовки войны против Советского Союза. Второе. Имела ли место специальная или военная подготовка активистов ООН со стороны Вермахта или СС? Однозначно, да. В составе Абверк, ведь было два так называемых украинских батальона, служащие которых, конечно, прошли соответствующую военную подготовку. Помимо этого, были и отдельные курсы, например, в Закопане, проводившиеся полиции и безопасности. Люди проходили обучение в различных областях в зависимости от того, на кого украинцы должны были работать, на полицию или на Вермахта. Решающим является вопрос о том, какую роль нацистский режим отводил ООН и, собственно, Украина. Украина, как таковая, занимала особое, чуть ли не мифическое место в концепции жизненного пространства Гитлера. С одной стороны, в качестве действительного жизненного пространства для политики заселения Украины, а с другой, в качестве источника сельскохозяйственной продукции. Гитлер и нацистский режим связывали с этим большие надежды. ООН в этой связи казалась прежде всего средством для заслужения своих основных целей, я бы сказал. С ней поддерживали контакты, в первую очередь для того, чтобы успешно оперировать против Польской Республики, чтобы разведывать польское правительство, а позже, после заключения пакта Гитлера со Сталиным, и советскую оккупационную зону Польши с тем, чтобы на этой основе готовиться к войне против Советского. Ясно одно, ООН, с немецкой точки зрения, всегда рассматривалась как своего рода помощник, но ни в коем случае не как равноправный партнер. В 1943-1944 годах, правда, наблюдаются некоторые изменения в этом отношении. Когда нацистский режим начал проигрывать эту войну, стали в большей мере опираться на местные силы, пытались утвердить своего рода псевдоавтономию. В оккупированной Польше, в генеральной губернии, уже существовал Украинский Центральный Комитет, учреждение коллаборации, которое прежде всего было политическим объединением, учреждением культуры, но занималось также и социальными вопросами. А в 1943 году была создана украинская дивизия войск СС, которую позже стали называть дивизией Калиция. Имело место определенное сотрудничество на заключительном этапе оккупации Украины, то есть примерно до октября 1944 года. Что касается четвертого вопроса, о причастности Третьего Рейха к образованию украинской пассанческой армии УПА, тут с полной уверенностью можно сказать «нет». Для такого предположения нет никаких подтверждений. На самом деле, собственно, УПА, которая возникла начиная с весны 1943 года, прежде всего в Волынии и Восточной Галиции, частично рекрутировалась из дезертировавших из немецких органов бывших полицейских, которые, так сказать, перешли на другую сторону. Сложнее обстоит дело с первой УПА, то есть с той организацией, которая первой себя именно так наименовала. Это была группировка вокруг украинского националиста-бравца, так называемая «Париска Сич». Она развивалась из своего рода коллаборационистского объединения с весьма легкой структурой и несколько раз меняла стороны. Она то ушла в неме антинемецкое подполе, то снова стала сотрудничать с немцами, работать на немецкую полицию, чтобы затем снова менять стороны. В общем, сложное дело. Но УПА в целом была скорее антинемецкой организацией. Пятый вопрос касается условий, в которых находились руководящие кадры ОУН летом 1941 года. По этому вопросу я ничего конкретного не могу сказать. Известно то, что Бандера был заключен с Заксенхаузеном, но под особыми, своего рода почетными условиями. Там существовал специальный блок для особо знаменитых заключенных, обращение с которыми было намного лучше, чем с другими. А в 1944 году Бандера был освобожден из-под стражи. Были даже планы еще раз вести с ним переговоры. А Боровец был в подполе. Он, по-моему, никогда не находился под стражей. Шестой вопрос. Служили ли немцы в УПА? Об этом мне ничего не известно. Я об этом никогда не слышал. Я не думаю, что там было много немцев. Вполне вероятно, что были единичные случаи дезертирства из вермахта в подполе. Такое случалось и у советских партизан. Может быть и здесь. Но, скорее всего, это были единичные случаи. Седьмое. Известны ли мне факты насилия со стороны ОУН и УПА? Да, такие случаи известны. Они обсуждаются. ОУН, ведь, имела длительную террористическую традицию уже со времен до Второй мировой войны. Совершила покушение на совпольского министра внутренних дел и так далее. Это так и продолжалось. ОУН, ведь, имела длительную террористическую традицию. ОУН, ведь, имела длительную террористическую традицию. Это не кладовище часів Тадарского великолиття. Это останки замордованих бандеревцами людей, найдені сьогодні в подъемных колодязях. Смотрите, люди, не отвертайтесь. Они любили жизнь, как их любит каждый из нас. Кому были нужны эти яркие слезы и нефтишная туга? За что только в одном червонеармейском районе националисты закатывали больше трехсот ничем невинных людей? Останние проводы. Скорбота и ненависть клали сердца 30-ти тысячной процессии. Прислушайтесь, и вы почуете знайомый героичный мотив прощания. Прощайте, вы в бою неревнем лягли с любовью к своему народу. Чи же руки чинили цей страшный злочин? Ось они, фашистские опричники. Бондаренко, а униска кличка обух, на его руках кров десятки невинных людей. Резников, кличка, близковица, мордував и расстреливал. Поляк, бандитская кличка, старый, знущался и вишел. Крючок, кличка, рижок, вишел и расстреливал. Назарчук, кличка, не плюй, цейкат не любил стрелять. Він власными руками душил стариків, жінок, дітей. Встать, суди де! Это еврейский народ заплакал грязными голосами. О, старыми, малыми, постаршими. О, и потом, путь дохванским керівництвом скидали, от разбиралися, та еврейский народ, скидали одежду на одну кучу, и заходили в яму, лягали нецьма, от, до земли очема, и дуфанець стрелял им прямо в голову, каждому одному. Пояснить суду, как проводилась эта кровавая акция по расстрелу граждан? Даних. Ну, были. Подробнее, что расскажите? Зогнаны, выстрелены они были, не помню, кажется, по шестого. Потачивала их поліция, родинами заходили они, раздягались до гола, заходили в родину, в яму, и сверху стреляли. Вы в яму заходили туда, расстреливали? Я сверху стрелял, и никто в яму не заходил, ни один, который расстрелил, в яму не заходил, не стрелял. А стреляли вот так, с одной стороны, с другой стороны, и вот здесь, только с другой стороны, где не заходил. А стреляли так, с трех сторон стреляли. А в яму никто не заходил. Позже факт, это, что семь или шесть раз я выстрелил с пистолета, уже это, как они были расстреляны, где-то, 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 как долго это, этот рождество проводили? Сколько там делалось? В часах, наверное, четыре, четыре, может, эта вся музыка играла. А там был один, который яму копал, забыл, как его, Бандура, Иван, Он сидел, и все видел, тоже. Это было так, знаете, каждая семья заходила, своя семья лежала, и так и расстреляли. По очереди. Вот, уйдет семья своя, все родины лежат, и расстреляют, а потом снова другим все говорит, давай дальше, давай дальше, и так до последнего. А одна евреевская говорит, вы имя такая, меня с ями, я такая жива. А духарец говорит, зараз. Пистолетом только уголовал. Рах! Там уже, знаете, был такой страх, что уже мало и очи бачили. Когда закончили, то та подвода поехала до Яна Кошуцкого замочевать эти грехи. А остались только там полицейские, кругом этой ямы ходили. То я только глянул эту яму, то я заметил, что? Что тела так поднимаются и опускаются. Яма дышала. И что-то в глазах потемнело, и я повернулся и пошел до своей подводы. Вот что я бачил. Эксгумация останков радянских грамадян, расстреляных в Орочище в Писоцке біля села Крымно. У ходу проведеної судово-медичної експертизи было установлено. Два скелети. Від п'яти до десяти років сорок девять скелетів. Від десяти до п'ятнадцяти років сорок чотири скелети. Шостого травня 1979 року националистичний шлях перемоги поведомляет. В Ізраїлі створився, і там має свій осередок громадський комітет української жидівської співпраці. Що це? Парадокс історії? Але не тільки ізраїльські сіоністи, осліплені антирадянською ненавістю, шукають спільників серед українських националістів. Брюссель. Засідає одне з багатьох антирадянських збіговиськ на Заході. Головує сіоніст. Різні типи, різні мови, різні релігії. Єдине спільне це люта ненависть до соціалізму і дикий страх перед комунізмом. Слово радянському журналистові Йосипу Эрлиху. Мене довелось встречаться за границей со многими людьми, чья деятельність направлена против Советского Союзу. Один із них, небезізвестний Абрам Шифрин, руководитель сіоністської організації МООС, як-то однажды при встречі в Вені, він мені сказав, я хочу познакомити тебе с дуже інтересним і дуже нужним чоловіком. Він работает много лет одним із руководителів ОМУН, хороший конспиратор, хоча звезд з неба не снимає. На следующий день я встретився цим чоловіком. Оказалось, це небезізвестний, вернее сказати, печально известний Степан Мудрик, бандеровец, бывший гестаповец, головорец, на руках которого кров сотен і сотен людей. Ну, що можна сказати о нём? Во время минувшої войны во время минувшої войны Мудрик вешав і расстреливав советських людей, в тому числе і українців, і евреїв. Після войны він насел ПРГ і і вибрался в число клаварей Организации Українських націоналістів, тайно зберіюватися націоналістів, Это личная симпатия друг к другу. Далеко не есть личная симпатия. Ну, дружба их это не что иное, как конкретное проявление все более тесного антисоветского сотрудничества, сионизма и украинского буржуазного национализма. Я как-то разговаривал все так, это, как говорится, по душам Шифриным и сказал ему, как ты можешь лягшаться вот с такими вот людьми, как Мудрик, который погубил сотни, тысячи людей, ну и крови еврейской на нем, ну не отмоешь его никогда. Шифрин подумал, немножко разволновался и потом говорит мне, ну что ж, я тебе скажу откровенно, я тоже их не очень-то и люблю. Когда-то, говорит, может быть придет время, когда они уже не будут нашими попутчиками и мы им воздадим по заслугам, за все жертвы. Но закончил он свое высказывание так. Сейчас такое время, что нам нужно работать с кем угодно, хоть чертом, хоть дьяволом, лишь бы создать единый фронт против Советского Союза. Вот кредо этих оголтелых антисоветчиков, людей, у которых абсолютно уже ничего за душой не осталось. Керованный империалистичными силами Захода Альянс, разрастается. Националистичная газета «Свобода» 15 квитня 1981 года, поведомляет, что до Нью-Йорка прибыл сионистский эмиссар украинско-еврейской співпрации Сусленский. Его мета – охопить так званой співпрацией, какомога больше сионистов и националистов за океаном. Минуле – убийства, знущения, расстрелы, забуті. Священная память народов поглумлена, кинута в жертву злоби и ненависти за пеклой антирадянщины. Стара виживка на Волині. Тут нічо не забути. Злочини перед народом, перед людяністю не прощаються. Вони караються без строку давності. Семьям Украинської Радянської Социалістичної Республіки судова коллегія встановила. Підсудні Дуфанець, Бубела, Рибачук, проживаючи на тимчасово окупованні фашистскими загадниками території Волинської області, будучи вороже настроені до радянської влади, зрадили батьківщині і добровольно поступили на службу німецких окупантів. Судова коллегія присудила визнати винними у злочинах проти миру і людяності та воєнних злочинах незалежно від часу вчинення злочинів, призначити їх покарання. Дуфанцю Миколі Григоровичу смертну кару розстріл, Бубелі Артему Лукашевичу смертну кару розстріл, Рибачуку Филипу Юхимовичу смертну кару розстріл. Без тропу давності, що бозро пісоцьке сінило від неба, білило від місяця, а червонило тільки від ранішнього... ...существувала служба безпеки ООН, которая прежде всего боролась против предателей в собственных рядах... ...и позже була причастна к массовому убийству людей, я имею в виду акції ливидації так называемых предателей и коллаборационистов с СССР в 1943-1944 годах. Кроме того, ООН, особо организованная ею летом 1941 года милиция, кажется, была причастна к погромам против евреев в Восточной Галиции и частично Волынии. Милиция в этом, скорее всего, действительно играла определенную роль, но до сих пор известными стали лишь единичные случаи, подтверждающие факт организации и проведения этих погромов в конце июня-начале июля 1941 года милиции ООН... ...частично под немецким руководством, частично и автономно. Наиболее крупным комплексом применения насильственных методов со стороны ООН, однако, являются этнические чистки среди польского населения в Волынии, начиная с весны 1943-го, а с февраля 1944-го года также и в Восточной Галиции. В этом отношении немецкие историки, частично в отличие от украинской историографии, скорее придерживают сомнения, что эти акции представляли собой целенаправленную этническую чистку среди поляков, а не просто украинско-польский конфликт, то есть реакцию на насилие со стороны польского подполья. По предварительным расчетам, в одной только Волынии было убито около 50-60 тысяч поляков, а в общей сложности около 80-100 тысяч. В ответ на эту, по другую сторону границы, на территории нынешней Польши, то есть западнее рек Сана и Буга, вспыхнула волна насилия против украинского меньшинства. Надо исходить из того, что и здесь погибли не менее 15-20 тысяч украинцев. Вот основные моменты, из-за чего Германия достаточно критически рассматривает деятельность УН и УПА. Восьмой вопрос. О причинах образования дивизии СС-Коалиция. Основной причиной, конечно, было военное положение в Германии после Саленграда. То есть немцы стали проигрывать эту войну, испытывали огромные проблемы с пополнением личного состава своих войск. Среди войск СС уже давно было принято образовать так называемые легионы, но их первоначально составляли только представители германских народов, скандинавцы, валоны, голландцы, позже также и французы и другие. А с 1943 года началось рекрутирование иностранцев из Восточной Европы. В небольшом масштабе это имело место уже в 1941-1942 годах. Но тогда это были небольшие роты, казачьи роты, восточные легионы в масштабе роты или батальона. А войска СС видели себя в роли собственного куратора этих иностранных вооруженных соединений. В первую очередь это касалось немцев из Румынии и Венгрии, но затем все больше и выходцев из Восточной Европы. Это, так сказать, немецкая сторона. А украинская сторона, в первую очередь фракция Мельника, ВОУ, уже рано обратилась к немцам с предложением создать вооруженные соединения. Причины этому были двоякие. С одной стороны, им не хотелось, чтобы немцы проиграли войну против большевизма. А с другой, эти соединения должны были стать ядром будущей украинской армии. Но тут следует учесть, что 14-я дивизия войск СС была именно дивизией СС, а не автономное украинское соединение. То же самое относится к обоим уже ранее образованным батальонам Абвера, Нахтигаль и Рома. Это были части немецкого полка под немецким руководством. Они автономные соединения. В самом конце войны дивизия СС-Голица в какой-то мере была украинизирована, получила украинское руководство. Значит, дивизия СС-Голица была единицей немецких войск в рамках СС, и отсюда и вытекает первая сложность. Дивизия Голица однозначно являлась соединением СС, но украинские военнослужащие этой дивизии не были регулярными членами СС. Именно эта тема играет роль в дискуссиях, которые ведутся в Украине. Конечно, они присягу отдавали Гитлеру, воевали за него. Но я здесь не хочу остановиться подробнее на истории войны. Спорным, наряду с вопросом о принадлежности к СС, во всяком случае, является вопрос, совершила ли дивизия Голица военные преступления. До сих пор на этот вопрос невозможно дать совсем однозначный ответ. Дело в том, что в ходе длительного пропагандистского воздействия со стороны СССР распространялось от дивизии Голица все, что угодно. Кроме того, документы дивизии Голица практически все исчезли. По крайней мере, в военном архиве города Праги, где хранятся фонды войск СССР, есть документы почти по всем дивизиям. Только вот на 14-ю отсутствует. Напрашивается мысль. А ведь Прага находится на территории бывшего Восточного блока. А не были ли эти документы когда-то конфискованы? Как бы то ни было, до сих пор найдены лишь незначительные фрагменты этих документов. В исторической науке ныне принято считать, что, когда намеревали создать дивизию Голица, было гораздо больше желающих, чем на самом деле могло быть зачислено в эту дивизию. Поэтому было организовано четыре добровольческих полка СС. Один из этих полков, скорее всего, был причастен к так называемым акциям умиротворения в Голице, в рамках которых 800 поляков было убито. Это в первую очередь случай у Топинятска. Есть еще один похожий случай, но я в настоящий момент, к сожалению, не помню название деревни. Существует отчет ОУН, написанный весьма критически, со стороны бендеровцев, в котором указывается, что дивизия Голицы была использована для проведения погромов против укрывшихся евреев в городе Броды. Ну, вот и все. Больше я по этому вопросу сказать не могу. Есть признаки того, что дивизия СС Голицы в более позднее время, то есть в связи со Словацким национальным восстанием, а также Грагославии, видимость вышила военные преступления. Но я этот факт комментировать не могу, так как у меня нет никаких доказательств. И последний вопрос, который тоже играет определенную роль в оценке дивизии СС Голицы и, прежде всего, ее персонала. Так это вопрос о том, в какой мере после восстановления дивизии в феврале 1944 года, а на вид в феврале 1944 года практически была разбита, в нее вошли люди преступные. Есть признаки для того, что полицейские из оперативных отрядов попали в дивизию СС Голицы. В любом случае, в дивизию попал ряд вспомогательных полицейских, возможно, и некоторые украинцы из так называемого подготовительного лагеря СС в Травниках, Польша. Это была вспомогательная часть для начальника СС и полиции города Люблина, которая почти исключительно использовалась для проведения массовых убийств, например, охранники из лагерей смерти, ну и так называемые очищения ГЭТа и так далее. Но надо сказать, что это были не только украинцы. Украинцев среди них было много, да, но не все. Руководящие должности в Травниках, например, занимали поволжские немцы, а не украинцы. Вот и все по дивизии СС Голицы. Девятому вопросу о том, снабжали ли вермахт и СС во время войны УПА оружием. Да. Тут есть достаточно однозначные доказательства, как со стороны Абвер, так и со стороны командующего полицией безопасности во Львове, некоего господина Папа, который отвечал за это. В начале 1944 года состоялись переговоры с УПА, которые, конечно, в первую очередь были направлены против дальнейшего продвижения Красной Армии, но и против красных партизан. В этой связи поставлялось оружие, но я бы этому факту не придавал особого значения. Нельзя забыть о том, что немецкая оккупационная власть и в Югославии состояла в тесном контакте с чечниками в борьбе против партизан Тита, а в районе Вильнюса заключала тактический союз с польской народной армией против советских партизан. То есть это не какое-нибудь особое происшествие, подобное повторялось часто. И последний вопрос о сотрудничестве ООН с западными секретными службами. Тут еще мало что известно, поскольку архивы частично еще закрыты. Но факт тот, что особенно Макола Леббек, один из последних вождей ООН, достаточно рано установил контакт с ОСС, Офисом Стретичных Сервисов, Бюро Стратегических Служб США, затем, кажется, переселился в США и в последующем работал на ЦРУ. Подобное можно сказать и о членах украинской эмиграции в Германии, особенно в районе Мюнхена, которые достаточно активно сотрудничали с организацией ГЕЛИН, предшественником Федеральной службы информации Германии, БНД. Что касается Англии и Франции, тут мне ничего такого неизвестно. Но по-любому западные секретные службы уже в начале и на раннем этапе Холодной войны были крайне заинтересованы в том, чтобы с одной стороны получить информацию о Советском Союзе, и с другой стороны, по крайней мере до середины 50-х годов, пытались совершить подрывные акции в Советском Союзе. Из троих детей в семье Шепелевич Ванда старше. В 43-м ей было 13. В середине мая немецкие солдаты остановились в их селе. Причувствуя беду, родители отправили детей ночевать на сеновал. На следующий день в селе живых не осталось. Дома сожжены, жители убиты. Четверо выживших детей хоронили своих родителей и односельчан. Надо было собирать косточки, батьков же попалили. Косточки надо было собирать, думал его класть и везти на кладбище хоронить. Кровавый след в Беларуси оставил батальон Дерлевангера, спецбатальон из уголовников, созданный по распоряжению Гитлера для борьбы с партизанами. Это правда, но не вся. О том, что в хатыни белорусов убивали братья-славяне, долгие годы тщательно скрывалось. Там был 118-й украинский шуцманшавт батальон. И в его состав входили, во-первых, представители так называемого Буковинского куреня, националистической организации, которая была создана, организация украинских националистов Мельника. И, во-вторых, на формирование 118-го батальона направлялись бывшие военнопленные украинского происхождения, которых немцы набирали в лагерях. Расправой над мирными жителями хатыни руководил начальник штаба 118-го полицейского батальона Григорий Васюра, бывший старший лейтенант Красной Армии, попавший в плен и добровольно перешедший на сторону врага. Когда украинским КГБ был найден один из главных преступников Васюра, процесс сделали закрытым. Потому что фактически получалось, что в самой знаменитой деревне, уничтоженной нацистами, деревне, которая стала символом нацистского геноцида на территории Белоруссии, белорусов убивали украинцы. В 1987-м 72-летнего Григория Васюру расстреляли. Казалось, возмездие совершено, однако в Канаде найден один из 10 самых разыскиваемых нацистских преступников, Владимир Катрюк. Послушайте, что я скажу, без комментариев. Канадские журналисты обнаружили 91-летнего Катрюка в 100 километрах от Монреаля. Скромный гражданин Канады разводит пчел и отрицает свое кровавое прошлое. Он был членом 118-го шоцмандшафт батальона, он был пулеметчиком. И по показаниям свидетелей он непосредственно участвовал в сборе жителей деревни и стрелял по горящему сараю, когда люди пытались выбраться. Сейчас он проживает в Канаде. На родине в городе Черновцы ему присвоили статус почетного гражданина. А тому самому 118-му Буковинскому куреню, который жег белорусские деревни, поставлен памятник. Но к монументу в Хатыни в память о тех, кого жгли украинские националисты, приехали тысячи людей. От нахлынувших эмоций даже молодым требовалась помощь врача.